Добрый вечер, дорогие друзья! Подошла к концу еще одна трудовая неделя, наполненная самыми разными событиями. О некоторых из них, самых интересных на наш взгляд, расскажет вам программа события. И проведем ее для вас мы, Владислав Баскаков и Дмитрий Зайцев. Что интересного происходило за последние дни? Проект «Хорошая вещь» в Туле помогает беженцам, которые эвакуируются из зоны боевых действий на Донбассе. 15 мая в календаре значится как «Международный день семьи», поговорим сегодня об этом. И вещание телеканала «Надежда» теперь доступно в мобильных приложениях для платформы «Андроид» и «Айос». 12 мая в Москве прошел благотворительный концерт. О его итогах мы поговорим подробнее. Еще один концерт состоится в Заокском в ближайшие выходные. И здесь же в Заокском в начале июня будет большой праздник. Вот на какую тему вы узнаете из выпуска. Напоминаем, что у нас есть Telegram-бот, куда вы можете присылать свои новости, свидетелями которых вы стали, а может быть участниками которых вы стали. И, возможно, в одной из наших следующих выпусков, выпусках наших новостей, вы будете героем сюжета или ваша новость прозвучит в нашем эфире или появится в Telegram-канале. Найти наш Telegram-канал вы можете, перейдя по QR-коду, который видите сейчас на своих экранах. В нем опубликуем мы и сами новости, и те ссылки, о которых упоминаем, на те ресурсы, о которых говорим. Ну а сейчас, собственно, переходим к новостям. В начале июня в Заокском состоится большой праздник. Ну где праздник, там и подарки. Ты любишь получать подарки? Ну что за вопрос? Конечно, люблю получать подарки. А как насчет дарить? Ты знаешь, наверное, даже больше, чем получать. Это очень хорошо. Вот и организаторы этого праздника любят дарить подарки. Издательство «Источник жизни» приглашает вас, дорогие зрители, на День открытых дверей. Подробнее о готовящемся празднике мы поговорили с директором издательства Даниилом Ловска. 4 июня в живописном месте, в поселке Заокском, всех любителей литературы и почитателей духовного развития ждет большой праздник. Это уникальное событие позволит посетителям погрузиться в мир вдохновляющих произведений, встретиться с авторами и участниками литературного сообщества, увидеть, как печатаются книги и, конечно, получить приятные подарки. Дорогие друзья, конечно же, 4 июня у нас состоится большой праздник по обыкновению в издательстве «Источник жизни». Это праздник Дня открытых дверей, когда мы приглашаем всех наших гостей, друзей и знакомых. Мы хотим сделать большой праздник для большой аудитории. Мы общаемся со многими нашими читателями, мы общаемся со многими нашими авторами. И как раз таки издательство, проводя это мероприятие, по сути, создает площадку для встречи наших читателей и авторов. Более того, здесь встречаются друзья, здесь можно будет просто отдохнуть, получить какие-то подарки, призы и, конечно же, приобрести полезные книги, которые будут отвечать на ваши нужды. Последние три года День открытых дверей издательства «Источник жизни» проводится только в онлайн-формате. Но так было не всегда. И вот в этом году можно не только посмотреть трансляцию, но и приехать на праздник. «2023 год стал особым годом, когда мы вновь хотим возвратить проведение этого мероприятия, этого праздника в оффлайн-режим. Мы хотим пригласить прямо сюда, в наше издательство гостей. Но мы понимаем, что не все могут приехать. Именно по этой причине в этом году впервые мы пытаемся объединить и всех тех, кто не сможет приехать в онлайн-режим, чтобы они могли посетить в реальном времени, смотря в экран своих гаджетов, телевизоров, как будет проходить этот праздник. И не только посмотреть, но и, конечно, лично принять участие в различного рода розыгрышах. Они смогут принять участие в том, чтобы посмотреть выступления различных авторов. Конечно же, посетить нашу ярмарку в реальном времени, когда наши операторы смогут показать, что здесь предлагается, и также посетить наш интернет-магазин для того, чтобы там сделать покупки. В этом году мы впервые объединили наши усилия несколькими организациями. И, по сути, этот день открытых дверей, он является не только днем открытых дверей издательства «Источник жизни». Это день открытых дверей Заокского университета, это день открытых дверей Медиахолдинга, это день открытых дверей издательства «Источник жизни». Есть проекты, которые мы осуществляем совместно. И вы сможете о них узнать. Вы здесь сможете познакомиться, как записываются передачи. Вы сможете здесь познакомиться, как готовятся книги. Вы сможете, познакомившись с авторами, узнать, как пишутся книги. И, конечно же, вы сможете узнать, как осуществляется производство или же издание непосредственно этих книг. Здесь можно будет познакомиться также с преподавателями ЗАО Х全ского университета И, конечно же, с богословами, докторами богословия, с психологами, которые также занимаются обучением, вы сможете лично с ними иметь эту возможность встретиться. Даниил Васильевич рассказал, почему необходимо очень тщательно готовить к печати каждую книгу, а также о том, какие книги сегодня в тренде. Чтение книг, оно формирует нас. То, что мы читаем, в то мы и преображаемся. Именно по этой причине мы очень ответственно относимся к изданию каждой отдельной книги. Все-все книги проходят экспертизы для того, чтобы иметь определенное влияние, иметь ответы, здравые ответы, здоровье, психология и детские книги. Они в большем тренде сегодня, в большем спросе сегодня. Но, говоря о христианском сообществе, всегда есть востребованность и в христианской литературе, в духовно-нравственной литературе, в воспитательной литературе, которая также находит своего покупателя, находит своего читателя, находит того человека, который ищет ответы. Вы можете обратиться в наш интернет-магазин, и там вы сможете увидеть весь-весь-весь спектр наших книг. Вы сможете даже посмотреть и внутреннюю начинку книги, вы сможете посмотреть там на картинках содержание каждой книги, вы сможете увидеть, как она выглядит, вы сможете посмотреть ее размеры. И, может быть, даже некоторые книги, вы сможете видео полистать их для того, чтобы увидеть, что она из себя представляет. Более того, каждый из вас может позвонить на телефон горячей линии на территории Российской Федерации. Этот звонок будет бесплатный по номеру 8 800 100 ровно 54 12. Там менеджеры наши вам ответят и, конечно же, предложат все имеющиеся у нас книги, что-то посоветуют, а затем отдел логистики отправит эти книги вам по почте. Вы сможете получить их просто, находясь дома. А уже через две недели издательство «Источник жизни» откроет свои двери для всех желающих. На мероприятии, как всегда, ожидается большое количество гостей. Итак, друзья, уже совсем скоро, 4 июня, в Заокском, будет большой праздник и много подарков. Приглашаются все желающие. Кстати, о подарках. Один из подарков вы можете получить прямо сейчас. Совместно с создательством «Источник жизни» телеканал «Надежда» приготовил для вас промокод, который дает вам 15-процентную скидку на все книги на сайте гармония.ру. Вы видите адрес этого сайта на экране, видите промокод, вы можете перейти по нему прямо сейчас. И любую книгу, которую вы добавите в корзину, там есть поле «Ввести промокод», вы вводите промокод «Надежда15» и получаете любую книгу на этом сайте со скидкой 15%. «Спешите делать добро». Эта фраза известна многим и принадлежит она русскому доктору Федору Петровичу Гаазу. Слова эти актуальны в любое время, а в нынешних обстоятельствах жизни и тем более. В прошлом выпуске событий мы рассказали о том, что собирается груз гуманитарной помощи, который предназначается для эвакуированных жителей из зоны боевого соприкосновения. На данный момент они проживают в городе Докучаевск, а также в поселке Новый Свет и Донское. Участники проекта «Хорошая вещь» благотворительного проекта, который работает в Туле, откликнулись на просьбу помочь вещами. И с координатором этого проекта Марии мы сегодня связались, она гость нашей студии. Мария, вы решили вместе со своей командой тоже принять участие в помощи? Мы увидели репортаж телеканала «Надежда» о том, что сейчас в нашем регионе происходит сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой области. В нашем проекте есть достаточное количество вещей, которыми мы готовы были поделиться. Также нам пришла идея опубликовать в наших соцсетях список необходимых вещей, которые требуются данным людям. И мы сделали пост, и вот готовы целый май собирать эти вещи. Куда тулики могут приносить вещи? Наш проект находится в городе Тула. Он базируется на территории церкви адвентистов 7 дня города Тулы, Московская, 32А. Мы работаем там два раза в неделю, но вещи, которые готовы мы принимать для беженцев, мы можем принимать каждое воскресенье до конца мая с 11 до часу. Где-то есть информация о том, какие вещи нужны и какие вещи вы принимаете? Да, в наших соцсетях, как и на странице ВК, так и в Инстаграме опубликован полный список всех необходимых вещей, которые люди могут купить и принести нам, и мы передадим им уже волонтерам, которые отвезут их дальше. В течение этой недели вам уже удалось собрать какие-то вещи? Вы что-то передали волонтерам? Мы только начали сбор необходимых вещей, о которых я говорила, что есть список. Но у нас были свои вещи, которыми мы готовы были поделиться. Это около 20 коробок и штук, наверное, 15 мешков, которые мы уже передали волонтерам. На базе Заокского сейчас происходит сбор. Оттуда приехали волонтеры, которые забрали у нас те вещи, которые мы им предоставили. Мария, расскажите немного о самом проекте «Хорошая вещь», о том, как он работает в Туле. Благотворительный проект «Хорошая вещь» существует уже 4 года. Вот в апреле нашему проекту было 4 года. Проект бесплатный. Суть его в том, что люди, у которых есть хорошие вещи, в хорошем состоянии, но они их не используют по той или иной причине, они могут принести их нам, а мы отдадим их людям, которые в этих вещах нуждаются. Принимаем мы вещи только по воскресеньям, а отдаём их в среду и в воскресенье. И примерно в среднем у нас от 600 до 1000 вещей мы маем, и примерно такое же количество мы отдаём. Это за неделю работы проекта. За 2022 год нас посетило 2777 человек. Мы отдали где-то порядка 22 тысяч вещей и примерно столько же собрали. Мария, спасибо за отзывчивые сердца участников проекта «Хорошая вещь». И статистика впечатляет и ту работу, которую вы делаете тоже. Успехов вам и вашей команде в Туле. Напоминаем, что сбор вещей для переселенцев из зоны боевого соприкосновения продолжается. Сейчас эти переселенцы находятся в городе Докучаевск, в посёлках Новый Свет и Донское Волновахского района. Список необходимого размещен в нашем телеграм-канале в закреплённом сообщении, а центр сбора находится в посёлке Заокске Тульской области. Напоминаем, что для тех, кто проживает в городе Тула, вы можете принести вещи, которые нужны беженцам. В проект «Хорошая вещь» он работает по воскресеньям. По воскресеньям они принимают вещи с 11 до часа. Он находится по адресу город Тула, улица Московская, 32А. Информацию также увидите на экране, и мы оставим её в нашем телеграм-канале. Информация о том, куда передать вещи в Заокском, доступна в нашем контакт-центре. Звоните по телефону 8 800 100 ровно 18 44 в рабочие дни или пишите в мессенджеры. Номер вы также видите на нашем экране. Спешите делать добро. Эта фраза актуальна всегда и особенно сегодня. Около 15% человек, проживающих в нашем мире, это инвалиды. Многие из них, в том числе и дети, нуждаются в средствах на лечение дорогостоящее, лечение и на реабилитацию. Суммы немалые, но где их взять родителям? Три недели назад в нашем выпуске мы рассказывали о готовящемся концерте, который должен был пройти в Москве. И вот 12 мая этот концерт, благотворительный концерт, прошёл. Он был организован силами общин Адвентистов 7 дня Москвы и Московской области. О том, кому помогали и какая сумма в итоге была собрана во время концерта, смотрите в нашем сюжете. Анна Михайловна Потитынник 12 лет назад начала собирать средства на лечение и реабилитацию детям. За это время инициатива одного человека выросла в систематическую помощь. Благотворительные концерты, которые проходят ежегодно. Вы знаете, это начиналось так всё неожиданно, можно сказать. Потому что у нас были такие случаи, когда обращались к нам с больным ребёнком. Это начиналось действительно тогда. И сначала мы начинали, помогали одному ребёнку. Не было никакого концерта, ничего. У нас было на сегодня четверо детей с разными заболеваниями. Двое детей, которые с ДЦП. И ещё один ребёночек. Говорят, чужой беды не бывает. Но не каждый готов столкнуться с реальностью. Некоторым людям страшно смотреть на чужие страдания и горе. Но помогать как-то надо. Как же нам правильно относиться к чужой боли? Вы знаете, как человек верующий, я скажу о том, что изучая жизнь Господа Иисуса Христа, мы учимся от Него относиться к людям. Проявляя сострадание, проявляя любовь. И это даруется тоже самим Господом Иисусом Христом и Его Духом. И, как сказала христианская писатель Селина Уайт, Иисус Христос видел в каждом человеке гражданина Царствия Божия. Поэтому чужая боль становится твоей и близкой. Ты вместе радуешься, ты вместе скорбишь, и ты проявляешь сострадание и оказываешь помощь людям. Господь, спаситель мой, Иисус Христос видел в каждом человеке гражданина Царствия Божия. Иисус Христос видел в каждом человеке гражданина Царствия Божия. Участники концерта и посетители всей душой откликнулись на просьбу о помощи и действительно отозвались на чужую боль, как на свою. Когда ты видишь этих детей, которые нуждаются, которые там в каких-то болезнях, каких-то у них недуги, ты, конечно же, не хочешь проходить мимо. И как можешь, по возможностям, ты очень хочешь помочь. И я, и все люди, которые приняли участие в данном концерте, они прочувствовали конкретно каждое слово, все, что говорилось здесь. Нас позвали коллективом спеть здесь, и я сразу все открылась, потому что, мне кажется, это классная возможность поддержать детей, которые страдают, и вообще помочь им, чтобы как можно больше было собрано денежных средств, и чтобы все их мечты воплотились. Бывают такие обстоятельства в жизни, когда ты пытаешься сделать все, что тебе возможно, у нее этого недостаточно. И хорошо, когда есть ближний или даже неближний человек, который может им помочь. И я рада, что я могу, и мне Бог дает возможность помогать таким людям и быть тем самым человеком, который может помочь в чужой аттестации. Средства, собранные за время концерта и сборы, которые проводились до него, составили весьма внушительную сумму. Хочется в первую очередь выразить большую благодарность то, что в этом зале небезучастными остались люди, и не только в этом зале. И также переводили деньги на счет, который был выведен на экран. Вот по состоянию на 15 минут назад мы учли все переводы и также собранные средства. Сейчас было собрано 196,660 тысяч рублей в этом зале. Спасибо большое! Слава Богу! Есть люди, которые жертвовали вот так называемый фонд Анны Михайловны, и оттуда будут еще добавлены средства в размере 303 тысяч, 440 рублей, чтобы общая сумма помощи, которую мы сегодня с вами можем оказать, составила 500 тысяч рублей. Слава Богу! Спасибо большое! Мы спросили у Анны Михайловны, в чем причина того, что люди готовы так откликаться на призыв жертвовать, и что самое главное в благотворительности. Я думаю, что самое главное – это любовь, желание. Желание поделиться этой любовью, и как это можно сделать. А это можно сделать действительно, когда видишь какую-то беду, в частности, вот дети больные, то ты можешь чем-то ему помочь. И в данном случае мы помогаем вот так на лечении, собираем вот эти средства, делаем благотворительные концерты, и слава Господу, что Он побуждает нас это делать. В этот раз удалось помочь четырем детям. Но еще так много семей, которые надеются на помощь для своих малышей. Следующий благотворительный концерт намечен на ноябрь 2023 года, и подготовка к нему начинается уже сейчас. На сегодняшний день за все время удалось оказать помощь на сумму более 2,5 миллионов рублей и помочь 25 детям. 15 мая отмечался Международный день семьи. Этот день установлен Организацией Объединенных Наций в 1993 году с целью привлечь внимание общественности к важности семьи в нашей жизни. Влад, скажи, семья для тебя большая ценность? И если да, то в чем? Семья – ценность огромная. Я слышал, что женатые мужчины живут дольше. Поэтому, я думаю, это очень ценная вещь. Кроме этого, бесспорно, что семья является основой общества, ее роль в воспитании детей, сохранении традиций, ценностей. Трудно переоценить эту роль. И главная цель этого дня, Международного дня семьи, это обратить внимание общества на многочисленные проблемы, которые существуют в семьях, а также призвать всех, от кого это зависит, искать пути решения этих проблем. И сегодня в студию мы пригласили человека, который помогает находить выход из сложных семейных жизненных ситуаций. Инна, здравствуйте! Мы рады, что вы подключились к нам сегодня. Скажите, почему люди приходят к семейному психологу? Какие их толкают к этому обстоятельства жизненные? Обычно люди приходят к семейному психологу, когда не могут разрешить какие-то свои вопросы, ну вот на таком парном уровне. Проходит достаточно много времени, прежде чем люди обращаются к психологу. То есть конфликты, например, одни и те же, либо одно повторяется в жизни людей, они понимают, что сами они уже не готовы и не могут разобраться в этом вопросе, тогда идут за помощью к третьему лицу. Чем может помочь семейный психолог? Семейный психолог может паре помочь со стороны посмотреть на эту проблему, во-первых. Во-вторых, может помочь партнёрам увидеть, откуда идут истоки того или иного поведения. То есть если есть, например, непонимание, почему он так делает, я не понимаю, как и где сформировались сценарии, которые они транслируют в семейных взаимоотношениях. И, конечно же, пересмотреть всю эту историю, где-то проникнуться сочувствием, пониманием, стать на сторону другого человека, измениться самому и, в общем-то, выйти либо из конфликта, либо из той семейной истории, с которой они приходят, к семейному психологу. В процессе беседы психолог помогает людям прийти к каким-то выводам. А люди готовы следовать этим выводам? С некоторыми прямо удаётся договориться. Мы, например, договариваемся. Давайте мы так с вами решим, что вот неделю или там сколько-то дней до следующей нашей встречи вы между собой не конфликтуете. Ну, если люди приходят с запросом про конфликты. И если люди слышат, то они действительно, как говорится, держат себя в руках, и они не ссорятся. И тем самым вот за эти несколько дней они отдыхают, выдыхают, и уже в безопасном пространстве они могут, скажем так, разумно поконфликтовать, вынести уже в моём присутствии те моменты, с которыми они не согласны. Да, работает тогда. Некоторые нет, придерживаются старых паттерн поведения, и тогда терапия не идёт. Что бы вы посоветовали парам, которые чувствуют, что у них начинают возникать какие-то разногласия, какое-то недопонимание, вот что им делать? Во-первых, это не замалчивать и не терпеть, а спокойно, мягко обсуждать это, без претензий. Люди ошибаются, и конфликтом приходят взаимоотношения, когда тот или иной партнёр, либо оба, они терпят свои неудовольствия, а потом конфликты используют не для роста, а для того, чтобы обменяться эмоциями. Вот это вот никуда. Конфликты нам нужны для того, в конфликтах обнаруживается, что кому-то что-то, кого-то что-то не устраивает. И люди садятся, договариваются, обсуждают, и это вот такая вот новая точка роста. Ну, как знаете, вот из распашоночки, да, ребёночек вырастает, ему уже другая кофточка нужна. Вот так вот в семейных взаимоотношениях. У семьи есть определённый рост, но нужно договариваться, а как ты на это смотришь, а чем я могу тебе помочь. Всё начинается с этого, да, не терпеть, потому что когда супруги ко мне приходят, либо кто-то из супругов, и разговаривают, рассказывают о своей неудовлетворённости в браке, говорят, ну вот мы там, условно, да, 15 лет вместе, и я все 15 лет вот это, вот это, вот это терпела, я не говорила, я вот это, ну а теперь пришло к тому, почему пришло. То есть не надо терпеть, нужно сидеть и разговаривать, но разговаривать без претензий. Спокойно разговариваем, спокойно, слышим, с открытым сердцем. Не получается? Приходим к третьему лицу и там открываем сердце. Но иногда и не только сердце. Инна, спасибо, что подключились к нам. Пусть с вашей помощью счастливых семей в мире становится больше. И я думаю, что даже несмотря на то, что сегодня уже не 15 мая, никогда не поздно набрать номер близкого человека и сказать ему несколько приятных слов. Именно сказать, ведь когда вы говорите, то ваш голос передаёт те интонации и ту теплоту, которая вашим близким так нужна. Ну а сейчас в завершении выпуска несколько кратких новостей. Жители Ставрополя в прошлое воскресенье смогли принять участие в необычном проекте. Индекс счастья, так его назвали организаторы. Как стать счастливым и что более важно, как перестать быть несчастным, именно ради этого стоило принять участие в этом проекте. Участники могли пройти тест и определить, насколько они счастливы, ну и, соответственно, сделать какие-то выводы о том, как жить дальше. Прошлой осенью силами Заугской адвентийской церкви и Заугского университета был организован концерт классической музыки в исполнении струнного оркестра «Молодая Ипполитовка». И вот теперь, в ближайшую субботу, 20 мая, студенты известного московского учебного заведения вновь посетят Заугский уже второй раз. Зал, конечно, опять будет полным, поэтому поторопитесь заказать, приобрести бесплатный билет на это мероприятие. Вы это можете сделать, зайдя в наш телеграм-канал, найдя там всю необходимую информацию, как это сделать. Но даже те, кто не сможет вживую присутствовать на концерте, смогут посмотреть этот концерт онлайн. Ссылку вы также найдете в нашем телеграм-канале. Мы с радостью хотим сообщить нашим зрителям, что эфирное вещание телеканала «Надежда» теперь доступно в мобильном приложении, которое называется «Хоуп Ченнел». Вы можете найти его в App Store или в Google Play, скачать, установить на свой телефон, выбрать там «Телеканал «Надежда», он так и называется, на русском языке «Телеканал «Надежда». Вы можете выбрать его среди десятков других телеканалов семейства «Хоуп Ченнел», которые вещают на разных языках по всему миру и смотреть в любом месте в любое удобное для вас время. В этом году южноамериканская адвентистская платформа «Фелис Севен Плей» отмечает 6 лет. Основной контент на ней это сериалы и художественные фильмы на португальском и на других языках. Сегодня эта платформа набирает в год более 50 миллионов просмотров. Этот контент, который соответствует адвентистским убеждениям, связан с библейскими темами. Кстати, количество уникальных зрителей в год это около 17 миллионов. В семь раз это превышает общее количество адвентистов вообще в Южной Америке. Зачем церковь вкладывает значительные средства в производство такого контента? В прошедшие годы адвентисты старались вовремя осваивать издательское дело, радио, телевидение, чтобы делиться евангельской вестью. Но сейчас настало время для того, чтобы сделать стриминговые сервисы каналами для распространения библейской вести. Адра Москвы под руководством Игоря Кириченко в последний год сосредоточилась на оказании помощи жителям Донбасса. В первые месяцы развивалось сотрудничество с общественными организациями «Красный крест», фонд «Доктора Лизы», «Мосволонтер» и многих других. Для них закупались продукты, предметы первой необходимости, одежда и обувь, а члены церкви адвентистов седьмого дня помогали активно в упаковке и доставке этой помощи. Было осуществлено 14 проектов, в ходе которых нуждающимся передали 12 тонн питьевой воды, полторы тонны продуктов, большое количество одежды, обуви, детских вещей и многое другое. В ходе своей четвертой поездки Адра Москвы передала помощь жителям Донбасса на миллион рублей. И последняя краткая новость. 27 мая в 18.30 в Москве в духовном центре адвентистской церкви на Нагатинской состоится концерт хора Креда. Называется он, кстати, Струны арфы Давида. В программе произведение на тексты псалмов Давида, а также впервые на русском языке кантата Вслед за пастырем. Это все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Но напоминаем, что у нас есть Телеграм-бот, куда вы можете присылать новости, которые вы видите рядом с вами. Может быть, вы будете участниками нашей программы или ваша новость прозвучит в вашем эфире. Квар-код для того, чтобы прислать нам новость, вы видите на ваших экранах. Также напоминаем, что у нас есть Телеграм-канал. Ссылку на него вы также можете найти на своих экранах. В нем более подробно об этих новостях, а также ссылки на все те ресурсы, о которых мы упоминали в течение новостей. Мы хотим вам сказать, что прощаемся с вами ненадолго. Это завершающий выпуск в этом сезоне проекта События. Но новости будут продолжать выходить в нашем Телеграм-канале. А сегодня с вами в студии были Дмитрий Зайцев и Владислав Баскаков. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин